У меня еще один вопрос, не связанный со строительством партии, он связан с одним из ее членов фракции, вот так уточню, Искандером Матраимовым и его братом Раймбеком Матраимовым. В течение долгого времени Раймбек Матраимов сидел в государственной таможенной службе на должности заместителя председателя. Почему только в конце руководства у Мазбека Атамбаева этот человек был уволен? То есть на каком основании? То есть все время он сидел, 7 лет, а потом все-таки решили его вывезти, условно, так сказать, на чистую воду, и сейчас вот такая вот чехарда из-за него происходит. Почему так? На самом деле про Раймбека Матраимова еще в 2016 году, будучи президентом, Мазбек Атамбаев просил его уволить Матраимова из таможни. Кого просил? Он просил Сурмбая Джейнбекова через Сапара Исакова. То есть это был устный разговор, что сигналы поступали Мазбеку Шаршеновичу, что есть там нарушение, что этот человек не совсем чистоплотный. И тогда он попросил Исакова Сапара Джейнбекова поговорить с тогдашним премьер-министром Сурмбая Джейнбековым. И Сапар Джейнбекович через адвокатов тогда он передал, что у них с Сурмбаем Шариповичем был такой разговор. Он высказал ему мнение Алмазбека Шаршеновича, что стоило бы рассмотреть Матраимова. Но по каким-то причинам неизвестным этот вопрос так и остался, то есть застополился. То есть сигналы поступали, и Алмазбек Шаршенович периодически... Один только случай, который Сапар Джейнбекович лично мне передал через адвокатов, чтобы я придала глазки про Матраимова. И еще были несколько тоже, когда Алмазбек Шаршенович говорил окружению, что вот подчиненным, что нужно было рассмотреть Матраимова, и сигналы поступали... В 19-м году какой-то период можно уточнить? Здесь я уточню. Вообще-то президент, зам ГТС это состав правительства. Безусловно. Это не относится к номенклатуре президента. Соответственно, он не имеет отношения к этому. Это во-первых. Во-вторых, вообще-то, кто получил выгоду? Может, Матраимов получили с СССР, они никогда не были членами партии. Может, они получили выгоду от партии, что повышали на должность и так далее, и так далее. Спасибо.